Что мы с вами скажем про водолеев? Во-первых, надо вспомнить, что водолеи прожили не так давно. Что они прожили? Ковидный год 2020, постковидный год 2021, 2022 год, почти три года подряд вдали прожили проход Сатурна. И это жестокое испытание. Это зима, тяжелая зима, это болезнь, это блокировки, ну вот весь ковид. И видите, вот эти два вредителя Сатурн-Плутон объединились в 2020 году, соединились в Козероге. Это аспект мировой войны вообще, соединение Сатурн-Плутон. Это первая мировая на этом началась. А на квадрате Сатурн-Плутон вторая мировая и так далее. Вот ковид был в Козероге, а потом эта парочка вредителей пошла в сторону водолея. Соединились, зловредно, тяжело очень соединились, пошли в сторону водолея. Сатурн начал мучить водолей два с половиной года, отмучил, пошел замораживать рыбу и после него заходит Плутон. Нравится ли мне такой заход Плутона после их соединения, когда они там пошептались о чем-то, договорились два врага к Козероге. И потом первым пошел Сатурн, а потом пришел Плутон. Мне не очень нравится такой проход, именно потому что недавно они соединились. Это было очень жестко в январе 2020-го. И Сатурн, мне кажется, тяжело по водолеям прошел, по всему фиксированному кресту. И по скорпионам, и по львам, и по тельцам тяжело прошел. И по тем, у кого планеты водолеи. Мне не очень нравится вот этот повторный проход вредителя по этому знаку, который только что получил вредителя. Есть ли у нас хоть малый шанс, что Плутон все-таки принесет какую-то регенерацию? Ну, где-то мы с вами оптимисты, поэтому малый шанс есть, что Сатурн принес заморозку, какой-то тяжелый удар, а Плутон принесет регенерацию, восстановление. Но я немного боюсь, если честно. Хотя мы говорили про Россию, у меня было больше оптимизма, что вот наша страна проживет там не распад, а очищение и двинется вперед. Но если говорить серьезно, как аналитик, то серьезные опасности есть. Опасности того, что новые стрессы могут начинать давить на водолея, либо вера в чудо наше, в то, что это может быть восстановление постепенное через разрушение каких-то старых ситуаций. По профессии – раз, по детям – два, по друзьям – три, по общественной деятельности, например, ее не было и она появляется. По астрологии, в том числе, да, и по каким-то технологиям и технике. То есть водолеям полезно включаться в технологию, в технику, полезно включаться в астрологию, полезно включаться в банковские продукты. Хотя Плутон сейчас весной всего-то пару месяцев, но все равно зашел, зацепил. Вот Трин, Солнце, Плутон сейчас заработал сегодня. Не знаю, Меркурий, может быть, успеет Трин тоже с Плутоном сделать. Венера делала с ним Трин. То есть какой-то первый такой колышек Плутон-Водолей все-таки забил, через год вернется и пойдет следующее вставлять. Поэтому водолеям отработка, чтобы больше позитива получить от Плутона, Чистка своей жизни, чистка друзей, чистка идей, которые в голове... Объединение усилий это плюс, работа с большими организациями, может быть, работа с банками. И если разрушается старая структура, вы говорите, да, все нормально. Потому что попытка сопротивляться приносит только усугубление проблем. Вы заранее должны настроиться, да, может разрушиться. Все что угодно. Может дачу потеряете, может работу, может доход. Ничего страшного, после периода каких-то перетурбаций потом заново по-другому все равно выстроиться. Но попытка сопротивляться, мне кажется, будет только хуже по эффектам разрушения. Коллективная работа, объединение усилий. Вот такая история. Что касается Юпитера. Есть ли плюсы для водолея или нет? Какая у нас история. Ну, я считаю, что Юпитер благодетель. И в знаке также Венеры он стоит. И через квадрат он может приносить свои тельцовские плюсы водолеям тоже. Но и могут быть издержки из-за квадратуры. В принципе, квадратура телец-водолей достаточно интересная. Потому что водолей отвечает за мозги. Водолей вообще это мозг. И водолей-то какие-то идеи. Вот у меня есть светлая мысль. Вот у меня есть суперпрограмма. Вот у меня есть технология. И Юпитер в тельце говорит, ну так давай внедряй, зарабатывай, если ты такой умный. Поэтому польза от квадрата может быть в виде человека, который придет и скажет, давай внедрять, зарабатывать. Чего ты сидишь? Вот. Или человека, или идеи, или компании, в которой вы устроитесь. Даже квадрат у Юпитера счастливые вещи могут приносить. Какие счастливые вещи? Поездки в том числе. Аспект у Юпитера это часто отдых и поездки. На квадрате? Да, на квадрате. Почему? Потому что Юпитер не в злом знаке. В добром знаке. В знаке благодетеля. Не в знаке хищника. Не в знаке слез, потерь, страданий. Хороший знак телец. Кроме ситуации, где там бьют по нему сильно. Вот. Поэтому что может получить водолей, если к нему квадраты идут Юпитера? Поездку он может получить. Собственность он может получить. Да, поехать куда-то, это хорошо. Купить себе что-нибудь классное. Пианино. Цифровое какое-нибудь. Японское. Всего за 200 тысяч. Ну, за 150, я не знаю. Зато радости сколько. Играй потом все песни. Фредди Меркьюри, Богемскую рапсодию, пой в наушниках. Вообще прекрасно. Крупные покупки. Я считаю, что квадрат может быть хороший. Издержки всегда могут быть, поэтому надо с умом. Естественно, проживать. Не конфликтовать с банками, не конфликтовать с юристами. Не есть слишком много, не позволять себе слишком много. Не покупать слишком дорогую там машину или технику. Ну, просто с умом. А так, мне лично нравится. Я не знаю, будет ли, был ли лучше секстиль от бешеного огненного Юпитера в Овне. Был ли он лучше для водолея, чем квадрат от спокойного венерианского Юпитера в Тельце. Надо водолеев просто опросить. Но я не удивлюсь, если они скажут, что квадрат летом 23-го был лучше, чем ваш этот секстиль из Овна. Потому что слишком неспокойный. Мы все с вами видели 22-й год. Вот так я размышляю. Такую пользу здесь можно для себя подмечать. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok